В Перми объявили приговор директору кредитного кооператива. Его жертвами стали больше тысячи человек. У кандидатов есть месяц. С сегодняшнего дня в избиркоме начали регистрацию на сентябрьские выборы. Звезда 2005 одержала третью подряд победу. Команда стремительно набирает очки в турнирной таблице. НРБК Перм Новости. С вами Аксана Иваева. Здравствуйте. Пермики полетят в Турцию из аэропорта Большое Савино. Возможно, уже на этой неделе. Об этом заявил пермский агент туроператора Пегас Туристик. В пермском офисе Пегас Туристик до отмены чартеров в Турцию доля продаж путевок в эту страну составляла 70%. Как здесь говорят, предварительная дата первых вылетов из Перми – конец этой недели. К этому времени должны поступить разрешительные документы от оператора. Это зависит от того, насколько быстро оператор сможет найти свободные емкости для перевозки. Потому что сейчас все самолеты у них задействованы. И, соответственно, с какого-то направления нужно либо снять самолеты, либо поставить дополнительные борта на Турцию. Ранее ряд СМИ сообщал, что минимум два туроператора намерены запустить чартерные рейсы. Это аннекс тур и Коралл Тревел. Это должно было произойти сегодня, однако в пермском офисе Коралл эту информацию опровергли. Оператор ждет разрешительных актов от Росавиации и назвать дату первого вылета из Перми пока не может. В пресс-службе Пермского аэропорта добавляют, пока ни один туроператор заявки на вылеты в Анталью не оставлял. С прошлой пятницы аннекс Тур открыл продажу путевок в Турцию и из Екатеринбурга. Первый вылет запланирован на 17 июля. Минимальная стоимость Тура – 40 тысяч рублей. Сегодня в Ленинском районном суде огласили приговор по уголовному делу в отношении одной из крупнейших финансовых пирамид в Пермском крае – кооперативу «Город». Более 200 томов собранных материалов, порядка тысячи пострадавших. Ущерб превышает 132 миллиона рублей. Приговор основателю кредитно-потребительского кооператива оглашали всю прошлую неделю. Несмотря на то, что сторона обвинения просила лишить свободы Дмитрия Колесникова на 8,5 лет и назначить ему штраф в 800 тысяч рублей, суд с учетом того, что обвиняемый ранее не был судим и на иждивение у него малолетний ребенок, вынес более мягкий вердикт. И назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом 250 тысяч рублей с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Все гражданские иски пострадавших, а это в основном пенсионеры, суд полностью удовлетворил. Дмитрий Колесников своей вины не признал, хотя следствием доказано. Средства граждан руководитель кооператива привлекал под видом заведомо невозвратных вкладов. На обжаловании приговора у осужденного и потерпевших есть 10 дней. 9 крупных промышленных предприятий Пермского края вложили деньги в природоохранные мероприятия в прошлом году. Эти данные приводит Росприроднадзор. Всего на создание благоприятной экологической обстановки компаний в прошлом году потратили 2,5 миллиарда рублей. В модернизацию своих предприятий вложились Новогор Прикаме, Березняковский содовый завод, Галлополимер, Уралкалий, Ависма, Уралоргсинтез и Еврохим. К концу следующего года запуск блока биологической очистки сточных вод запланировал Сибурхимпром. Он потратил на строительство 200 миллионов рублей. Продолжает реализацию программы по утилизации попутного нефтяного газа компания «Лукоил». Общий объем вложений почти 6 миллиардов рублей. Документы на выборы в Госдуму в Прикамье подали 2 человека. Еще 7 оставили заявку на выборы в законодательное собрание края. Все они самовыдвиженцы. В избирательной комиссии Пермского края начался прием документов для выдвижения на сентябрьские выборы. В этом году внедрили новшества. Потенциальные депутаты могут сдавать документы, подготовленные при помощи специального программного обеспечения. Есть программа, она разработана на центральной избирательной комиссии. Она позволяет, собственно говоря, избежать многих ошибок, поскольку кандидат заполняет отдельные строки. Это действительно помогает избежать многих проблем и ошибок. Последний день подачи заявлений на регистрацию – 3 августа. Комиссии потребуется 10 дней на проверку представленных документов. Список кандидатов избирком должен сформировать к середине месяца. Пермская звезда 2005 сохранила третье место в чемпионате России по футболу среди женских команд. Минувшие выходные красно-рыжие принимали подмосковный клуб Чертанова. С первых минут матча хозяйки завладели инициативой. Первый гол ворота соперниц забила Юлия Корнеевец. А после перерыва мяч в сетку Чертанова отправила Дарья Апаначенко. Итоговый счет 2-0. После восьмого тура пермские футболистки сохранили за собой третье место в турнирной таблице, сократив отставание от Рязани ВДВ до трех очков. Далее о погоде в городах края. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин